Саравчан Открытие нового хоккейного сезона стартует уже 26 октября. В Ледовом дворце ХК Саров скрестит клюшки с командой Станшаева в первой домашней игре в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею с шайбой. Для зрителей пройдет торжественная церемония. Но перед этим саравчанам еще предстоит сыграть на выезде за кубок открытия с прошлогодним чемпионом ХК Книгинина. Планы и цели они всегда одни – сыграть лучше, чем в том сезоне. Да, если заняли второе место, то, соответственно, достигнуть уже самых высоких вершин, постараться занять первое место. Других планов быть не может. Новые игроки у нас только Никита Багдашин добавился. Так никто из прошлогоднего состава не ушел, не покинул команду. По словам Сергея Калюбакина, состав участников чемпионата в этом году обещает быть сильнее. ХК АК из Павлова расформировалась, и ее игроки пополнят другие команды. Также в чемпионат подключилась новая команда – Университет Лобачевского, которая будет играть вне зачета. Амбициозные молодые ребята, даже здесь как-то отучились, играли. В общем, я думаю, что эта команда, она пускай не в зачет играет, но она очень попортит нервы соперникам. Также добавилась команда из Урения. Всего в сезоне сыграют 8 команд. Сейчас ХК Саров усиленно и напряженно готовится к серии игр. Игроки отрабатывают моменты, работают над ошибками. Морально настраиваются на борьбу за кубок, которая не обещает быть легкой. Я считаю, что мы готовы к сезону, как и в моральном, так и в физическом плане. И сезон обещает быть интересным, обещает быть сложным, потому что многие команды усилились новыми игроками из разных лиг. Поэтому загадывать не будем. Будем биться, играть как играли, на максимум стараться забирать побольше игр, выходить в плей-офф, ну а дальше идти за кубком. Команда готовится, потихонечку уже все втянулись. Я думаю, по физическим кондициям, конечно, всегда есть где добавить. Но посмотрим, первая игра с Княгининой, как раз проверим и свои кондиции. Плюс есть, так сказать, должок перед ними за финал прошлого сезона. Команда готова, но добавлять всегда есть в чем. Этот сезон будет покороче. Пятая финальная игра чемпионата Нижегородской области по хоккею «Шайбой» закончится 12 апреля. Если в том году как-то кучно разбивалось, через две недели играли, были паузы вот такие, большие две-три недели, то в этом сезоне уже практически каждую неделю там есть несколько пауз. Новогодние каникулы мы перенесли, пару игру уже. То в этом году все будет поплотнее. Так что всегда будем находиться в игровом тонусе. И, может быть, в том году это еще и сыграло с нами злую шутку. ХК «Саров» ждет болельщиков на домашние игры. Приходите поддержать команду и посмотреть зрелищные ледовые схватки. Приятнее всего, особенно дома, играть при болельщиках, когда колоссальная такая поддержка с трибун. У тебя больше сил, больше эмоций, которые ты стараешься вкладывать в результаты игры. На этом мы стараемся сделать акцент, поэтому приходите на матчи. Мы вас очень ждем и будем стараться радовать нашими победами, нашими достижениями. У нас хорошие болельщики всегда приходят поддерживать нас в любую минуту в разные сложные ситуации. Хочу попросить, чтобы продолжали, как и было. И надеюсь, мы будем их радовать нашей игрой. 75-й чемпионат города по футболу среди любительских команд подошел к концу. Борьба за чемпионство получилась яркой и драматичной. Интрига держалась до последнего тура. Футбольный сезон завершен. На стадионе «Икар» прошло торжественное награждение победителей 75-го чемпионата города по футболу среди любительских команд. Медали и кубки спортсменам вручал заместитель директора департамента по делам молодежи и спорта Денис Калачев. Все команды города были поделены на две лиги. По шесть команд в каждой. В каждой лиге команда сыграли по два круга. Во втором дивизионе уверенно победила команда «Икар-2». Следом финишировали и Лизарьева, и Консар. Лучшим бомбардиром второй лиги стал игрок «Икара» Захар Мозин. В первой лиге борьба велась до последнего тура. В итоге чемпионом стала первая команда спортивной школы «Икар». Серебро у команды «Старт». Бронза у «Авангарда». При этом разница между первым и вторым местом составила всего одну очку. У нас есть и молодые ребята, есть и опытные ребята. Вот такой сплав получился в этом сезоне, что вышло так, как вышло. Стали чемпионами. Ребята все молодцы. У нас и травмы были, и все. Все на поле оставляли. Все себя последнего оставляли. Уходили все порванные, грязные, царапанные, переломанные. Все, но все, кто как мог, помог команде. Прошедший чемпионат точно войдет в историю. Ведь впервые и первую, и вторую лигу выиграли команды спортивной школы «Икар». Это первое чемпионство «Икара». Команда существует 7 лет. «Старт» забил намного больше всех остальных – 35 мячей. Поэтому неудивительно, что лучший бомбардир чемпионата Дмитрий Васильев – футболист «Старта». Впрочем, командное лидерство по забитым мячам не всегда приносит чемпионские титулы. По итогам сезона команда «Буревестник» вылетела во вторую лигу, набрав всего 3 очка. Но именно нулевая ничья с аутсайдером и потеря очков во многом повлияло на то, что «Старт» не стал чемпионом. Тем не менее, команде удалось выиграть Кубок города. Ближайший представитель команды «Старт» у нее очень хорошая разница мячей, а у вас она похожа. Да, парадокс в этом, да. Я об этом тоже смотрел, об этом думал. Самое, что интересно, мы даже одну игру проиграли с разницей. В 6 голов нам забили. То есть у нас всего лишь 14 забитых, да, насколько я помню, 12 пропущенных. То есть мы всего плюс 2 у нас положительно. Ну, такой футбол, такой бывает. У нас очень много побед, скажем так, с минимальным счетом. 1-0, там 2-1, да. Вот такие вот. Поэтому вот, ну, что есть, то есть, да. Ну, можно забивать сколько угодно, а результат все равно будет на табло. Поэтому можно и выиграть 1-0 постоянно, но выиграть чемпионат города. Обе команды ставят на следующий сезон одну и ту же цель – золотой дубль. Это значит, что футболисты хотят выиграть оба турнира – и чемпионат, и кубок. Также в следующем году планируется возродить суперкубок. Это стартовый матч сезона между чемпионом и обладателем кубка. Велосипед. Этот простой и надежный вид транспорта стал неотъемлемой частью образа человека, ведущего здоровый образ жизни. Езда на велосипеде приносит исключительную пользу для здоровья в любом возрасте. Регулярная езда на велосипеде способствует повышению мышечного тонуса благодаря одновременному задействованию мышц ног, груди, спины, рук и живота. А так как это занятие на свежем воздухе, то преимущество для иммунной системы выше, чем у других занятий, которые проводятся в помещении. Взаимодействие с окружающей средой укрепляет нервную систему, улучшаются когнитивные функции и психическое благополучие, понижается уровень стресса и напряжения. Во время велопрогулки, как и при занятиях, любым циклическим видом спорта выравнивается дыхание, что способствует приведению мыслей и чувств в порядок. Физические нагрузки позволяют быстрее выводить из организма кортизол – гормон стресса. Таким образом, вечерняя поездка на велосипеде поможет избавиться от бессонницы, а утреннее – быстро проснуться и быть бодрым в течение всего дня. Прогулки на велосипеде – отличный способ сжечь лишние калории, уменьшить нежелательные отложения в области бедер и поддерживать здоровый вес. Те, кто ездит быстро, но на короткие дистанции, сжигают в несколько раз больше калорий, чем те, кто ездит на большие расстояния, но медленно. Регулярные кардионагрузки стимулируют работу сердца и усиливают тонус сосудов, способствуя улучшению кровообращения, нормализации давления и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Когда вы едете на велосипеде, вам приходится постоянно удерживать баланс и контролировать управление. Все это тренирует вестибулярный аппарат и координацию движений. Также езда на велосипеде способствует укреплению костей и суставов и является отличной профилактикой остого порода. На велосипеде можно добраться в любое место гораздо быстрее, чем пешком. Велосипедисту не нужно стоять в пробках и подстраиваться под расписание общественного транспорта. Также не нужно будет тратиться на бензин, оплачивать налог и страховку. И в отличие от авто, всегда найдется место, где можно припарковать велосипед. Также использование велосипеда как средство передвижения способствует улучшению экологической обстановки и сокращению выбросов в окружающую среду. Прогулки на велосипеде – это популярный вид досуга, который способствует оздоровлению организма, доставляет удовольствие и позволяет получить множество положительных эмоций. Занимайтесь спортом правильно! Редактор субтитров А.Семкин